Приветствую вас. Дана, давайте разберём ваш вопрос. Я у тебя девушка 24 года. Замечаю, что я не могу принимать ухаживание от мужчин. В чем, собственно, сложность принятия ухаживания от мужчин? Для вас. В чем сложность? То есть вы боитесь мужчин, вы не знаете, как себя вести, вы не воспринимаете себя как женщину, в чём проблема. То, что мужчины оказывают вам внимание, это, в общем-то, вполне нормально. То, что они выбивают вас из колеи, да, по факту, ну, по сути дела, что они выбивают вас из колеи. Это, конечно, вопрос, потому что, получается, они, ну, их поведение, да, их отношение к вам, оно как-то вот задевает вас, вызывает какие-то чувства, да, какие-то эмоции, вероятно, и, вероятно, эти эмоции, они не совсем вам нужны, вот. То есть это эмоции, от которых вы хотите как-то, ну, отградиться, как-то. И вот мне кажется, что в первую очередь в этом направлении нужно вам поработать и поисследовать, да. То есть как и почему вас вызывает внимание, внимание мужчин. То есть объективно, если вы не можете быть женщиной, если вы не чувствуете себя женщиной, вот, то вас можно этой самой женщиной быть научить, вот. Это ваша женская модель поведения, от которой вам, в общем-то, никуда не деться. И будет лучше, если вы её себе примете, если вы примете тот факт, что вы женщина, и что вы можете привлекать мужчин, и это абсолютно нормально. Что касается того, что вы не можете принимать ухаживание мужчин, то этот вопрос уже больше к вам, к вашему опыту. Взаимодействие с мужчинами, совершенно очевидно, что к опыту, к сожалению, негативному. И вот, работать с этим опытом, да, с негативным опытом, и сделать из этого негативного опыта, опыт позитивный, вот. Это нашу плану задачу, вот. Ну, коллега совершенно правильно, я имею ввиду, Марина Голикова совершенно правильно сказала про личные границы, которые у вас не, ну, значит, не выработаны, вот. Справедливо, совершенно, здесь нужно в этом направлении работать. То есть нужно работать именно в направлении, вот, установки личных границ, личных границ. И не боятся, не тревожатся. А вы, вы боитесь, и вы тревожитесь, к сожалению. И именно это делает вас уязвимой. Именно это делает вас такой вот тревожной. Вот, значит, я не знаю, как себя вести, когда они, так, когда заглядят ко мне. А как вести себя? А, чтобы что, чтобы чувствовать? А, значит, девочки смотрят кофе и недолюбливают. Ну, почему вы так считаете? Почему вы считаете, что девочку вас недолюбливают? Опять же. Все это, понимаете, это все вопросы, это все вопросы именно к вам. И с этим нужно работать в этом направлении. Подругой вопрос. Как мне, как, как мне быть? Как мне быть, чтобы, чтобы, что? Да, ну, чтобы, что? Как быть? Знаете? Вот, очевидно, что мужчину вы к себе притягиваете. Как раз таки. Вот. То есть очевидно, что вам хочется быть мужчиной. Мужина это чувствует. И, вот, нет. Ваша нет. Как? Да. Ну, так может, имеет смысл постараться прислушиваться, как раз, к своим желаниям. Да. И адекватно постараться их реализовать. Вот и все. Понимаете? Без какого-то фанатизма. Без какого-то негатива, негативизма и прочего. Вот. Все это, все это более чем решается. Все это более чем корректируется. Вопрос только в том, хотите ли вы этого. Понимаете? Да. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Очень надеюсь. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...